Беседа отца с сыном о женской злобе Беседа написана в характерной для средневековой учительной литературы форме диалога. Практически же это развернутый монолог. Отец, делясь с сыном своим жизненным опытом, использует яркие примеры как из самой жизни, так и из авторитетных книг, таких как «Священное Писание», «Потереки», «Слова Иоанна Златоуста» и другие. Среди источников беседы также и «Сборник» 1073 года. Слова о добрых и злых женах, приписываемые Иоанну Златоусту, а также статьи из азбуковника, физиолога, сведения из Александрии, проложные слова. При таком пестром материале беседа, естественно, представляет собой мозаику, искусно составленную автором, как отмечено в названии, от различных писаний. Основную же роль в создании беседы сыграли анонимные слова о добрых и злых женах. Об этом говорят и ряд близких чтений самопостроения беседы, основанные на сопоставлении двух точек зрения, отца и сына, относительно женских характеров. Однако это непростое копирование. Так в словах только намечен ряд страдальцев от злобы женской. Адам, Иосиф Прекрасный, Давид, Самсон, Соломон, Александр Македонский. В беседе рассказы о них даются с большей полнотой. Относительно происхождения беседы у ученых прошлого столетия были противоречивые мнения. Пыпин считал беседу творением русского автора. Пыпин. История русской литературы. Издание 2. Том 2. Санкт-Петербург. 1902 год. Веселовский же предположил, что это обработка какой-нибудь западной статьи. Веселовский. Памятники литературы повествовательной. В книге Галахов. История русской словесности. Древней и новой. Издание 2. Том 1. Санкт-Петербург. 1880 год. В настоящее время исследователи склоняются к тому, что беседа принадлежит перу русского книжника 17 века. Титова. Беседа отца с сыном о женской злобе. Исследование и публикация текстов. Новосибирск. 1987 год. Широкое распространение беседы и живой интерес к ней читателей привели к тому, что до наших дней сохранилось свыше 100 списков в пяти редакциях и в большом количестве вариантов текста. Текст беседы отца с сыном о женской злобе публикуется по наиболее исправному и раннему списку 90-е годы 17 века. В первоначальной редакции. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Собрание отдела летописей. Древней письменности. Исправление вносится по списку первой четверти 18 века. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Собрание Титова. Сказание и беседа премудрой и чадолюбива отца. Предание и поучение к сыну. Снискателно от различных писаний богомудрых отец и премудрого Соломона и Иисуса Сирахова и от многих философ и искусных мужей о женстей злобе. Послушай, сыне мой. Преклони уши свои. Внуши словеса уст моих. Да скажу-те. И сперва сотвори бог человека единого от всех стихий. И нарече имя ему Адам. И потом успе, Адам. И взят бог ребро его. И сотвори ему жену. И Адам не прелстися, но жена его прелстися советом змеиным. И то я ради вины все отъято самовластие у жены. И рече бог к Аеве. Отныне буди ты покорена мужу своему во всем. И повинуйся ему. И не будет тебе ни единая власть над ним. Той голова тебе и господин. Да владеет тобою во всем. Преступила боясь и повеление мое. И не восхотела ясь и свободно быть. Зри же, сыне мой. Яко от я бог у жены самовластие. Да не вопреки глаголю т мужу своему. Единую бо поучи Евого Адама. И всему миру клятву наведе. И запрещение прият прабаба наша. В печалях родите чада. Рече сын к отцу своему. Отче. Обоим всем вещам писание свидетельствует быть истинным. Благовествую бо бог ко своему созданию посла архангела своего Гаврила к Деве Марии. Вместо древней печали Еве радость Богородицы принесе. Рече. Радуйся, благодатная, Господь с тобою, и благословенно ты в женах. Сия радость сопротивно печали и благословение сопротивно клятвы. И вместо Адама новый Адам Христос. И вместо Евы благословенная Богородица Мария. И безболезни Адама породи той же частоте девичестве лицы ревнующи, и жены по Христе мучившися, науде рассекаемы, и ко Христу приведошися, того ради вся нова бысть. И женское племя благословися, и яко жена добра мужа своего и по смерти спасет, и тому дому строительница бывает, и венец похвалы на главу мужу своему сплетше полагает, И яко сладкие воды от уст ее истекают, и горесть сердечную мужу своему услаждает, милосерда, чудолюбива детям своим бывает, и дом свой всякими добродетелами наполняет. Бескровных покрывает, беспомощным помогает, бедных презирает, ногих одевает, алчных и жадных накормляет, болных и в темницах посещает. И по писанному всего силнее жена бывает, жена и царей породи, и одеяние им сотвори, ибо всяк человек от жены рождается и со сцами ее питается, и при рече, не суть зло естество женское. Речи отец сыну своему. Сыне, аще бы не благоволил Бог от жены родитесь и водою креститесь, и на кресте распятися, то уже приближися весь род ковратом адовым, а всем сыне известно будет тебе. В нынешних летях едина жена от тысячи такова, якожа ты глаголиши, обрящица. А сия в бытии глаголится. Позна Адам жену свою, и роди от нее сына. Не Евва роди, но Адам роди. И в Евангелии глаголит Авраам роди Исаака. Слыши, сыни, не Сара роди, но Авраам. Но аще и со сцами питаемся, но множицую от них кровью венчаемся. А дженбом ноги крови пролияшися, и царство разоришися, и цари от живота гонзнули, лишились. Села и домы раскопаша разрушили. Горе граду тому, в нем же властелинствует жена. Горе, горе дому тому, им же владеет жена. Зло ему же тому, и же слушает жены. В нынешних вицах мнозе человецы грады многими владеют, а женам своим работают. И звыкли, божины, их взерцало презирати, и вапами красками лица помазывати. И вежда свои возвышати, и черновидно лица воображати, и многим себе урежением украшати, и многих очеса наведения красоты своия превращати. Украшают ботелеса своя, а не душу. Уды своя связали шелком, лбы своя подтянули жемчугом, ушеса свои позавесили дорогими серезами, серьгами. Да не слышат глаза Божия, ни святых книг, писания, ни отец своих духовных учения. Жены бы познали путь заблуждения. Мужи же возлюбили на женах своих многое украшения, а сами восприяли убогое одеяние на себе носите все для жен своих украшения. О, мужи же, от кого есть приялись и я обычаи, и же многое полагают на женах своих украшения. От всего вам несть ползы, только лишь вам злое погубление, ибо женское украшение всегдашнее мужу сухота, и приводит его до острого меча. Много бы всего бывает, ежи в великие долги себе влагают, и оттого вечно погибают, понеже своего не имут, а жен украшают. Аще же кто хотение я не исполнит, тогда она зелня воздыхает, слезит и шепчет, ни худо, ни добра, ни глаголит, очи свои изменяет, нос потупит и зубы своими скрекчет. И что речет муж ее, и она, что меденица, змея, пыхнет, и перед ним плачет день и ночь, и мужу своему покоя не дает, гнев имеет, и муж ее от нее покоя не имат. И она глаголит, он их мужей жены ходит красно, и все их чтут. Аз же бедная в женах возненавиденная, и всеми незнаемая от всех укоряема. По что ты мне ныне муж? Да бы аз тебе не знала. Аз была дочь богатого отца и матери добрая, и племени славного, и таковых бы родителей черь, а толкоб аз была девицею, был бы мне муж отца богатого, и была бы есмь госпожа добру многу, и везде бы честна и хвална и почитаема от всех людей. Хочет у божена, да бы и я все хвалили, любили и почитали, ащли иную похвалят, то она возненавидит и вменяет мне в дружбу, и чужую похвалу в студ влагает. Ащли мужу я угодить и восхочет, то всех ему любите, их же она любит. Так у всех сих в ненависти имейте, их же она возненавидит. И всегда хочет болшину имейте. И никому не хочет покоритесь, не послушайте. Всегда хочет повелевать, и всего хочет ведать, и поучать, и умейте. Ащи не умеет и не знает, а глаголит «умею и знаю». Ащи будет прекрасна и лепа, многие очи имут на ню зреть. Як ужебо в луже вода сема и оамо, приходя, погибает, так уже и женский разум, як о храме на непокровенно, як о ветрила наверх гор, скорообразно вертящася. К таковым же нам нозе человецы прилщаются. Ов добролепием жен, ов разумом, а ин смехотворными утехами, ин краснословием и дарованием, и прочими лестьми прилщаются. Як о речен и есть. Лучше купите коня или вола, или ризу, нежели злужину понятия. Пане же немощно познать, и какова обычае. Аще недобролепна, или буя, или волна, или блядлива, или горда, или гневлива, или иным пороком повреждена, и к тому невозможно иные за себя понятия, доколе она жива. Аще хоще, ше, сын мой, без печали житье, то лучше не женитеся, и а после не тужите. Рече сын к отцу своему. Отче, в Евангелии речено Всего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будет-то оба плоть едину. Бог же ми даст жену добронравну, всякими добродетелами украшенную, смирением, молчанием, послушанием, доброумием, пощением и нищелюбием, рукоделием, нескверно ложием. Таковые жены у Бога милости просят о мужех своих, и когда в дому будут и доброй жене возрадуются, и оделехие, чужей же радости не зазрю, но всегда радость в дому моем будет. Речи, отец, к сыну своему. Сыне, аще будет тебе так, ояко же рекал еси, блажен еси, добро тебе будет, жена твоя, як лоза плодовита. Аще же грех ради житие зле проводиши, и такову жену не обрящиши, як уже хощиши, всегда о ней сердцем скорбиши, и в горести сердце речеш. Блажен той же девством живет, да сицевые жены не обрящат. И ты, сыни, последя злонравную жену не возлюбишь, и в раскаяние придешь, и ничто тебе успеет, не поможет. Аще же ли сицевую обрящиши, пронырливу, лстиву, лукаву, крадливу, блядливу, злоязычну, обавницу, колдунью, еретицу, медведицу, лвицу, змею, скорпию, василиску, аспидну? Рече, сын, к отцу своему, отче, не могу разуметь, о слове твоих, скажи мне известно. Рече, отец, к сыну своему. Слыши, сыне мой, пролстивую, пронырливую, сия рукоделие делать и не хочет, а как муж и я придет, и она лежит, шипит, стонет, восстает, ахает, охает, и муж и я сия речет, жену, что я, чем скорбиши, и не о чем не радиши? И она, хотя и здраво, речет, не могу, сияние строительницы дому своему и мужу своему не помощница и нужного деяния не сотворит, аще, что муж и я припасет, и она пронырством все изнурит, истратит, и сдержит. Слыши, сыне мой, просворливую и злоязычную, имеет язык яков бритву изощренну. На всякого человека наскачет аки лев, всех злословит и укоряет и осуждает, и на всех яд своего языка испущает. Слыши, сыне мой, пролукавую и крадливую, лукавство женское сице имеет ум остр, пред мужем своим показует, и никак уже муж и я не может лукавства женского разуметь, ибо с мужем живет, аки бы единодушно, а в сердце своем мыслит, ащем уж мой умрет, а живота своего мне не прикажет, и мне за иного мужа пойти нищим, и никто меня убогую за себя не возьмет. И все глаголи мыслят, ныне есме всему добру госпожа учиню себе сокровище тайное, и начнет у мужа своего красти, а он того не ведает, и сицкни, и речет, жену, что в нищах кому велицей скудости дом наш сотворися. Она речет, а то, господине, грех ради наших. Сияли некрадливое, и же все имение мужа своего погубят, и оба обнищают. Слыши, сыне мой, пролстивую и блядливую, таковая жена мужу своему востретение навстречу изыдет ланитами склабящийся, ухмыляясь, улыбаясь, и нравом уничижающийся, и за руцем мужа принимающий, и одеяния совлачающий, словесыл стящий, усты лобызающий, сицек глаголящий. Поиди, государю мой, свет очей мою, сладость гортани моему, зереть я без тебя света моего не могу и ни единого слова проглаголу ти. Лице мое потекло и сердце мое окаменело, и когда возрю на тебя света моего тогда зло, возрадуйся, составы мои расступаются, и все уди тела моего трепещутся, и руцы мои ослабевают, брак ты мой любезный, всегда предочима моим и есть, и когда услышу сладкое твоя словеса, тогда не смею что отвечать, не отверзутся ми уста, огонь в сердце моем горит, и лице мое палит, и все составы мои греются, и я я будет юн муж, и она его вскоре оболстит, я еще в дому его не прилучится, и она близ оконца присидит всем моему колеблющися, а со смирением не сидит, скачет, пляшет, и всем телом движется, сандалиями стучит, руками плещет и пляшет, якопрелстившаяся блудница и родиада бедрами трясет, хребтом вихляет и головой кивает, голосом поет, языком глаголит бесовское, ризы многие применяет, его конца часто презирает, подобно и родиаде чиниться и многим юным угодит, и всякого себе лстит. Слыши, сыни мой, про обавницу и еретицу. Из детска начнет у проклятых баб обавничество навыкать и еретичество искать, и вопрошате будет многих, как бы ей замуж выйти, и как бы ей мужа обавить на первом ложе и в первой бане, и взыщет обавников и обавниц и волшебств сатанинских, и над ест твою будет шепты ухищрятти, и поднозе подсыпать, и возглавие в постель вшивати, и в порты резаючи, и над челом втыкаючи, и всякие прилучшихся к тому промышляти, и кореньем, и травами примещати, и все над мужем чаруют. Сердце его высосет, тело его иссушит, красоты в лице не оставит, и в очи всех светлость погубит, и разум отымет, и всякому в поношение вложит его. Сицева сотворит мужа своего, и так его возненавидит, юных же возлюбит, и умерщвляющее зелье сыщет, и подобно время обрящет, и смертным вкусом мужа своего покусит, якоже класс прежде времени исторгнет. Слыша, сыне мой, про медведицу и ловицу, якоже таковых зверей едино, и гда узрит человека, тогда голову его похилит, и очи свои посупит в землю и злобую пыхнет, на человека нападет, и задушит его вскоре, такой злая жена, голову свою наклонит, и очи посупит, и уста стиснет, даже злобую на мужа своего дыхнет, и на шию его село наложит, и гортанное дыхание займет, и зле кончает. А лвится в пустыне на всякого человека изверено скачет и затерзает, так ой, злая жена, як лвится, и домочадец возненавидит, и ризы растерзает, и тело крови обогряет, и волосы искореняет, на мужа рыкает, и злобую восхищает, одолевает, побеждает. Не лвовы убазубы ухапает, ни мечем, ни же копием мужа своего заколает, но нравом злее лвится бывает. Слыша, сыне мой, про змею и скорпию, ибо змеин рот вел миф, ползающих злобую злейше иных гадов. Изначало бы велика зла сотвори человеку, и проклято от господа змия, того ради присмыкайся по земли чревом своим ходят, того же рода и скорпия, и жаба, и черепаха, а щебьешь или колешь или стреляешь, ничто ее не возьмет, тощую только разжещи, клещи, и матью, и в огни зажещи, а секнутия таково зло скоростью и до смерти приводит. Такой злая жена в человечестве и нех злейше суть. Слыши, сыне мой, из куста исходит змея и узрит человек и от него бежит, а злая жена подли человека лежит, а змеиным ядом дышит сия истинная запазушная змея. До нели же муж ее по ней ходит, его прики ничего не глаголит, и она ему терпит, а егда муж чем погрозит или досадит, и он на него что змея шипит, и ащию бьет жезлем или пинанием или завласы рванием, то злую жену ничто не имет, но точью разжизает, разжигает, и она злобую своею, что змею шипит, в сердце его злохитрством секнет, по времени же и сама умрет, ащи не покается, во огонь вергнется, да таму окаянное накажется. Слыши, сыни мой, про ехидну, такова суть, ибо своих чад ненавидит, ащи хощи традите, подшися, старается их съести, они же прогрызают у нее утробу и на древо от нее отходят, и она от того умирает, сей же уподобишися ехидне, нынешние девицы многие не бывают мужем жены, а во утробе имеют, а родить же не хочет и помышляет, егда отрача от чрева моего изыдет, и аз его своими руками удавлю, ибо ащи девическую печать и разорит, а девицу именуется, образ бо яко девица, а нравом яко окаянная блудница, ибо кому прилучиться таковою женитеся, вишть и разумей, табо ходит быстро и очимо обзорливо, и нравом буя, и всем несчастливо. Слыши, сыни мой, про змею Василиску, такова суть, ибо зрением убивает человека, где завидит, там и побивает, такова боязнь змея Василиска, стрелами своими смертными лютовилми человека умерщвляет, так уже и прокудливая проказливая жена нравом злее змея Василиска, ибо прехитро себе украшает и опрятни сандалия убивает, и вежда свое щиплет, и духами учинит, и лице и шию вапами повапит, красками раскрасит, и румяностью, и черностью в очи всех себе украсит, и водеяние червленое себе влачает, и перстни наруцы возлагает, и вера головы своей златом и каменем дорогим украшает, и на лукавые дела тщится. Егда же и грядет, ступает тихо, и выюк кротце обращает, и очимо не вскоре смотряет, и зрением умилно взирает, и устни гладце отверзает, и вся составы свои на прелести ухищряет, и многие души огнепалными стрелами ухищряет, яко ядом змеиным, видением своих юных убивает, яко расслаблении удови их бывают. Сыне мой, глаголах типро аспеда, и жезело золвил ми в роду змеевом в семидесяти родях, а сей аспед первой от них злобую, и в которую сторону вселится и сотворит ю пусту, а нравом таков есть, ежи не может слышать и гласа трубного, но разбивает себя о камень и скончивается, тако и злонравная жена не может слышать и доброго и поучения, и уши свои затыкает непослушание камень им и непокорение жемчугом дорогим яко аспед хоботом, в который дом такая жена вселится и сотворит его пусто, ибо всяка печаль зло бывает, а корень всему женская злоба. Рече сын ко отцу своему отче, апостол рече, лучше женитеся, нежели разжизатесе. Як уже палима пищ огнем, так уже и юношеская плоть к вожделению женскому разжизается, ибо огонь естественный не ветром разгнищается, разжигается, но видением красных лиц прелщаются, и время и место согрешению враг полагает. Женская красота мя прелщает, но не уже взирая, весел бываю. Рече отец к сыну своему сыне, ащи ли неразумейше словес моих, як жарякох тебе слыши? Да, скажу тебе известно подробно. Сотвори Бог человека единого и помысли, як недобро единому быти ему, и успи его в породе райстей, и взят ребро его, и сотвори ему помощницу, рекше жену. Як даже прабаба наша Ева прелстись о советом змеиным, так же ему же своего прелсти, и посети Бог Адама в рай, и рече ему, Адаме, он же рече си, ас Господи. Господь же к нему рече, по что заповедь мою преобидел еси, Адам же ко Господу рече, Господи мой Боже, женами а прелсти южами дал, и рече ему Бог, по что послушал еси совета жены своей я, а сбодал тебе не советницу, не владетельницу над тобою, но поручницу, поручительницу, и помощницу тебе, и того ради изгна Бог Адама и жену его от райские пищи, и по изгнании начадам плакатися, сидя и сетуя, с плачем взываше, увы мне, раю мой прекрасный, яко меня ради сотворен еси, а ев ради заключен еси, увы мне, яко погубих Божие человеколюбие и Духа Святаго благодати удалився, и коим плачем восплачуся, или которым рыданием возрыдаю, или коим сетованием воссетую, от рая мое изгнание и в поте, и в трудех терновное прозябение, и в преисподних адских местах воздыхание помяну. Иси циричи, увы мне, вся злая сия соделавшая и внезапо пости гоша, тебе ради жено прелестное, ты мне незрелое бессмертие, пожалуй, си серпом лукавства змеина, ты бы мою власть на рабство приложила, и в очи всех светлость помрачила, и нуждею реки с лес изливаю, увы мне, жено безумное, по что отлучимя ангелского мирования и студным делом принудимя, ты прелстившая мя, отыдет меня, уже бы не требую к тому совету твоего пагубного и лукавого, ниже будет о тебе промышление мое от сего времени, и по Адаме правнуцы его многими напастьми и бедами пострадали от жен. Слыши, сыне мой, как о святые пострадали от жен, но и праведный, от жены напоен быть квасом, смешанным с травою, и увещаем от нея о тайне, и же заповедай ему ангел господин, с запрещением николи же поведати, но ум его невозможно терпеть от воняния травного, и отбежа от главы его, и в забытие прииде память его о запрещении, и сказа тайну жене своей, и яко отщетився, и прииде на место, и держи ковчег делая, и видя, как рассыпается дело его и всех живущих на земли, и плакаясь на месте том сорок дней. Так уже лот праведный, в содоме живящий, с беззаконными людьми, и не прикоснулся, и не восколебаси им, и никого жду осуждая, и того ради содомского запаления убежа, но от лукавства черей своих не может убежать, но напоен бысть виноградным вином, и подеся с отщерми своими, и зачат во чревях. Последь же уведет грех свой, начат сомневатися и душею ужасатися и плакаяся на горах горка, и бысть лот, дщерем своим посягатель отец и муж. Слыши, сыне мой, про Иосифа праведного, я же речи писания, в раб продан бысть Иосиф и живяше чистотою душевную и красотою телесную, и лице его, яко солнце сияя. Звящи же на него господин и его жена, и желаше насытитеся красоты его, и чашися ласканием запяти Иосифа. И без мужа своего призва его в ложницу свою, иначе его увещевать лстящий его, и напрасно, неожиданно, внезапно его охапи руками своими к падению себе. Той же отторгнусь от не я, она же яд за ризу его, он же оставив ризу свою в руце ее, и отбежать не я вне двора. Прийде же муж ее от палаты царевы, она же взем ризу Иосифову, и показа мужа своему, и с великою злобою понашашена Иосифа, сей раб твой восхоте, мне ругатися жене твоей, аж не восхоте, скверните ложа твоего, и возвай в дому нашим, он же оставлю ризу, бежи от меня. Петерфирий же яд веру словесемьи я, и повелей Иосифа затворите в темнице и смири шаваковых нозе его, лукавые ради жены, и избави его бог, и сотвори царя Египту. Слыши, сыне мой, про царя Давида, как о блуде ради, хотя смерть приятий. Бог отец великий во пророцах царь Давид, когда видели Версавию жену Урину, краснули цем и величеством, и повели привести во свою палату и подеся с нею, и по сотворении блуда озревся вспять и видя ангела стоящего, и держащего нагмеч над головой его, и паденец на землю, молящегося и плачегося горько, глаголюще, безвестное и тайное премудрости твой я, явил Мейси, и пачерех, восьмердиша и согниша раны моя, от лица безумия моего пострадах, як обеззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть всегда тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. И услыша Господь моление его, и возвратись от него ангел Господень без крови его, и приядавит духа святаго благодать и глаголыше, а зрях в обилии моем не подвижуся вовеки. Рече сын к отцу своему, отче, приях поучение твое и воуверение мебысть, приточник, составитель притч о царе Соломоне, рече, не пощади жезла твоего и учи сына своего, его же любиши, уже ослышах от тебе все поряду и от словес твоих разумех и смысл свой укрепих и разума наполнихся, наказанию твоему и опасному житию научився и укрепихся и искусен бых. Рече отец к сыну своему, сыне мой, несть так, о, як уже рекл еси, ибо дивна сия вещь, жена злая, крутимо высится, объема бесится и сворится, а подобно болезни никакой. Не превозносися, сыне мой, и нерци во уме твоем, и не уповай на премудрость твою, и на мужество свое, и на храбрость, ежежите со зверем сим, что укротите его свирепе, и бесстуднее, суще полских диких зверей, и невозможно суще убежать ей. Обрели бо ясми в писаниях, кто Соломона премудри, или кто Самсона силнее, и Александра храбрее. И те от жен пострадали и скончалися. Соломон в юности своей наполнится разумом, яко река многотекущая, исполнится притчами и гаданей, яко звезда утренняя, яко облако, яко луна полна, его дни сияют, яко солнце, яко маслина славы, от нее же сладкий плод приходит. Имя его и мудрость во лукавые ум его помрачиша, яко реку многотекущую присушаша, и доброту его погубиша, обратиша на пагубу, и блудом растлише его, и прелстише его во идолобесе, и сотвориш его поклонятися твари. И то я ради прелести пророческого дара лишен бысть. Слыша сыне про Самсона силного, и же по благовестию родися, да будет силен и глагол аше аще бы Бог укрепил колце, то бы мог всею вселенную поворотить, и челюстью скотию по тысяче на день иноплеменных побивал, а жена любодейца, не убояся силы его, и напоив на коленях своих успи его, и волосы ими же силен бысть остриже, и очи ему ископа, и на поругании иноплеменном его предаде. Слыша, сыне мой, про царя Александра, яко храбрбе и палестинские страны от востока солнечного до царствия мира сего, своею храбростью к себе преклони, а от жены отравлен бысть зельем травм и скончася. Или я пророк, славный во пророцах, и же молитвою своею на три лета и на шесть месяц небо заключи, и не одожди земли талика время, и огонь с небесе сведе, и пятьдесятников позже. А жена любодеица лютостью на него дыхну и смертью ему погрузи. Пророк же Божий убояся злобы и шед скрыся в пустыне хоривстей. Иоанн великий во пророцах предтеча глаз слова светилник света деница солнца и воин царев. Иже достоинством своим велику славу имея в зачатии и рожестве и житии своем, велику честь имея в проповедании покаяния, велик проповедник пред Богом и человекий, достоинством славы своей положи руку свою на причестнюю версию великого Бога и первее видев славу трипостасного божества и свидетель истинен. И житие его яко солнце сия яко же и некое зерцало предочима нашима и велика имуть святи жития и сия вся имея святые Иоанн. И прият Бога имя ангелам наречен бысть и врожденных женами более не бысть. Терпение же и проповедание ужасеся дьявол и нача трепещущий глагол горе мне что сей муж творит и кто мне возвестит будущего гнева бежать горе мне яко будущее возвещает един стоит пришедший у народа и всех учит укоряет и обличает ирода и совратницу мою иродиаду горе мне ничто же могу сотворить ему но в ниду воугодницу мою иродиаду и наполню ее гнева и скверная любудейца и спусти гнев свой на праведного не убояся великого во пророцах скакавшие плясавшие иродови и полюбись оплесанию ироду и клясся ирод дать ей до полцарствия своего она же научена матерью своею и спроси голову Иоанна предтечи ироджи павильяну главу отсещи и усеченную главою предтечиваю яко яблоком поиграв на блюде его же в пустыне диве и зверию бояшися змея спиды чесно нозе его лижущи а жена зла яблоком такого светильника не убояся а великого в апостолях евангелиста Иоанна богослова наперстника и возлюбленника и друга господня соучеником его прохором злая жена полонитам обиаху а великого в осветителях покаянию проповедника вселенней учителей светилника Иоанна Златоустого учение же его во всю вселенную пройде якорика многотекущая царица властолюбится не терпя обличения его с престола его изгна и в далние страны в заточение засла его слыши сыне мой уразумехли виси словеса моя яко тебе про праотец и про патриарх и про пророк и святых апостол и святых отец рекох елико не пострадали от неистовства женского толика разумных пострадали от них ибо дьявол не может сам сотворить и таковые пагубы святым якоже наводят злыми женами то бо есть оружие дьяволе и меч сатанин и оболгательница святым и обретох амаз написано в старчестве некто человек добронравен живяшее со злой женой имея семь сынов а все в совершенном возрасте и много ради злонравия и я наказуя муж жезлом она же окаянно убежа в некую пустыню к некоему затворнику старцу толкися глаголыше сего ради пришла к твоей святыне да избуду напрасной смерти он же прият в пещеру свою и помали прилсти его окаянная и подеся с нею яко со своей женою или кому ж ей обияше она же к затворнику убегаше в пустыню глаголыше уморю мужа своего потом же муж ей обияше прозлонравия я она же умори мужа своего и шести сынов умори поединому а седьмый сын шетво град сказа народу и изедоша людей в пещеру яша старца и женуту и испытавший их огнем сожгоше о сей повести не могу глаголы тебе слез многих и горкого воздыхания понеже очи мои зелне плачут и душа моя люте трепещет слыши сыне мой кто не прослезится о всем великом старце зде огнем скончайся а в будущем вец зле лютей адской муце предастся о люте очи мои слезы многие спустиша а душа моя сжалися и сердце мое восколебася колико понеже плачутся рече пе и инаком жения очи семь поползения покоя счезми на смертоносная беседа не оставляющее трясовице не утолимая огневица мужу спящая лесть восстающая печаль самоходная злая ратница грехом учительница темный вождь Хоругви адова, неспадаемое желание, ветвь дьяволя, спасаемым соблазн, болезнь неисцелная, злоба безуветная, удобь, легко уловляющая дерзость. Жена злая, ветер север, день неведрен, гостиница жидовская, совокупленница бесовская, несытная похоть. Яко жиров глубок не наполнится водою и огонь дровами, тако и злая жена николи же не наполнится хотенья своего, и злоба их не умаляется, имея сокровище злобы, источник зла кипя непрестанно. Рече сынка отцу своему. Отче, слухи моя, наполнившися твоего наказания, уже душа моя ужасеся, и разум мой умилися, и сердце мое восколебася, стоя пред очима твоима. Рече отец к сыну своему. Сыне мой, не буди укорять и собой естество женское, велми есть зло. Приточник же рече, бежи и не озирайся, красот жен, яко ной потопа и яко лот садомства запаления. И не буди с прилежанием зреть и на чужие жены, и не объят буди руками их, и не желая ей я, табо погубляй человеке острейше меча. Некто рече. Встретил бе на пути лва, а на распутии разбойника. И обоих сих убежах, а злые жены не могох убежати. Аще кому случится злая жена поятии, то над чужим мертвецом не ходи плакати, всегда боти есть у себе в дому плач. Сыне мое и любимое мое чадо, вся сия видях и в писании обретох и согласию твоему рекох.